Всем привет, друзьяшки! С вами снова Эдисон. Мы продолжаем ловить, прокачивать, искать новых покемонов в нашем замечательном мире Пиксельмона. Также я хотел бы вас попросить зайти на канал Александра. На его канале сможешь найти очень приятный летсплей, у него очень приятный голос и, как ни странно, очень интересные видео. Он снимает так же, как мини-игры, прохождение карт и обычные летсплеи. Ссылочка в описании и на вашем экране. Еще раз попросу зайти и подписаться на него. Всем приятного просмотра! Ребята, сразу же объясню, почему в предыдущие два дня не было новых серий Пиксельмона. Ребят, мне очень было хреново, по идее я просто траванулся, если честно, мне еще до сих пор немного фиговенько, но все же я решил сделать новую серию. В этой серии мы не будем никого добавлять в музей, честно скажу, не буду врать. Честно, буду с вами откровенен, я просто не успел выбрать новых людей. Точнее, не то, что выбрать, а определить, какие новые люди попадут в музей. То есть, они у меня, как всегда, есть в списке, записаны по очереди, кто и как будет попадать в музей. Но, если честно, я как-то сейчас не горю большим желанием. То есть, ну, нет сейчас желания добавлять и новых людей в список, потому что, честно, ребята, я собрался... Эканс у нас уже есть. Я собрался сделать новую серию, но извиняюсь в том, что мне действительно еще до сих пор очень хреново. Поэтому, ребята, как-то обойдемся сейчас без этого. Но я надеюсь, что в следующей серии мы уже приступим к дополнению, точнее, заполнению нашего музея новыми людьми. И, в принципе, ребята, это у нас 81-я серия по счету. Что мы будем делать в этой серии? А может нам уже пойти на охоту? То есть, мы уже очень давно не ходили на охоту. Знаете, ребята, что мне предлагали мои подписчики? То есть, один из подписчиков сказал, что почему ты считаешь Блисси как за одну Блисси. То есть, она спамится как обычный босс и убивай ее как обычный босс. То есть, не парься по этому поводу и не плати вещами за нее. То есть, если она заспамилась, убивай ее и все, и гуляй. Тебе не нужно платить за нее вещи, да, и считать, как будто ты убил одну Блисси. Потому что, почему я ей сказал? Вот это иногда, знаете, такие... Вот это круто. Вот это круто. Почему я ей сказал? Вот эти иногда, знаете, рандомные вылиты слов. Но все же, ребята, это круто. То есть, я не знаю, считать ли вот эту Блисси, что мы сейчас убили. Фиг его знает, ребята. Наш Хитмон Топ был 25-м уровнем. Мы убили Блисси с нее в этом 40... Ну, короче, 47-48 тысяч опыта. И наш Хитмон Топ уже 39-й уровень. Нам еще Хитмон Ли, Хитмон Чана нужно словить. Нам еще много покемонов нужно словить. В этой серии мы попытаемся как можно больших прокачать. Сколько у нас тут вещей есть? 1, 1, 2, 3, 4. Ну, нам еще 6 вещей нужно, да, чтобы потом в конце серии пойти на Блисси. Ребята, ребята, ребятушечки. Я горю желанием словить Энтея, но, как вы знаете, это не от меня зависит. То есть, как-то легенды на нас, что ли, обиделись. Как вы думаете, легенды на нас обиделись? Потому что, ну, это жопа. То есть, они не спанятся, они не выходят гулять. То есть, все, они просто обиделись и даже не хотят разговаривать с нами. Опа, Меджикарп опять. Ну, кто же еще? В предыдущем сезоне Диглиты нас троллили. Сейчас Меджикарп и до 30 диглитов. Ну, не скажу, но, если честно, Шайни Диглитов я уже как-то давно не встречал. То есть, ребята, вот легенды, которые нам нужны, как бы сказать, сговорили, что ли? То есть, обиделись на нас и все. И просто-напросто они выходят никуда гулять. А вот легенды, которых мы уже словили, просто нас троллят. То есть, выходят, выходят. Три Суйкуна, три Энтея. Не, не Энтея, а три Райкоу. Выходят, троллят нас. А те легенды, которые нам нужны, которых мы еще не словили до сих пор, Нет, нафиг они будут выходить гулять, если какой-то там Суйкун может войти еще раз и еще раз нас потроллить. Ребята, я попытаюсь к 90-й или там 85-й серии уже наконец-то, в конце-то концу, достроить наш ресторан, чтобы уже можно было там делать еду, потому что еды там очень много в этом моде. На еду, да? Много еды в моде на еду. В принципе, капитан-очевидность, да? Логика прям зашкаливает, но все же. Потом буду принимать ваши заказы. Там, мол, Эдисон, знаешь, там идти, там сделаем мне там пиццу, какой-то сок ананасовый или там яблочный и еще что-то. Коман босс. И в принципе, это будет, если честно, прикольно даже. Достбол, левелбол. Если мы там, если мы вот так будем делать, да? То есть, мне кажется, действительно будет очень круто принимать заказы на еду своих подписчиков. А если честно, как бы, я люблю вот это, делать еду и даже готовить что-то в реальной жизни. Я, если честно, сейчас как раз пытаюсь что-то научиться. Иногда своей мамой прошу там помощь, да? Там, мам, будто иди сюда, научи меня что-то ворганить, да? На кухне. Потому что, в принципе, это в жизни всегда пригодится. А знаете почему? Потому что я тут живу в Португалии, да? Кто знает. Ребята, вы себе не представляете, какая тут говняная еда. В прямом смысле, говняная. То есть, я вам расскажу несколько историй с моей жизнью. Они берут какую-то там картошку, берут какую-то там, какие-то там бобы. Ставлят вот это все в блендер. Словишься когда-то или нет? Ставят вот это все в блендер. Мешают в какую-то зеленую нахрен кашу. И потом это сербают. Я когда это один раз попробовал, я чуть не взблевал. И у них еда. Вот это говняная каша зеленая. Где они делают с картошкой и с бобов. И это так хлебчут, как будто это какая-то, не знаю, говно принцессы, да, вкусные. Или, например, что они еще делают? Они, знаете, какая у них еда? Они берут, берут какие-то мюсли, креветки, курицу, мясо. И вот это все варганят в одно блюдо. И потом это все в одном блюде зашпиндовано. И вот это они просто берут и едят. У них даже, у них один суп, одна какая-то еда. Обычные там макароны и все. То есть у них на целую страну, на целую Португалию, у них там где-то 10 блюд. То есть на 10 блюд. Ребята, возьмите Россию, возьмите Украину. У нас где-то штук 30 просто супов всякие есть. Там рассольники, борщ, харчо. Ну, короче, много всяких, да, там супов есть. Где-то 30 блюд просто с картошки, да, там пюре жареное. Вот это все. 30 блюд макаронов. Короче, у нас если вот это взять, украинскую или русскую кухню, то там по 30 разных каких-то блюд есть. Если в общем взять, то там у нас на целую страну около 300 или больше блюд есть. А у них тут на целую страну 10 блюд есть. И самое главное, знаете, что бесит украинцев, которые тут живут, то, что когда ты предлагаешь там португальцам, да, что-то свое, когда ты им там, например, сделаешь какой-то офигенный борщ, да, прям, что слюньки будут дать течь. Сделал там, например, какой-то офигенный борщ. Так, сейчас, секунду, какие у нас там координаты? И дал им это попробовать, то они будут кривиться. Ни хрена себе, вот это фигня. Как вы вообще вот это можете кушать? Это же такой бред, короче, дерьмо полное. Как вы вообще вот этот, ну, какашку вот эту можете кушать, да? О, кид, мотом, 40 уровень уже, я чуть его не перекачал. И что самое главное, знаете, там, нам присылают иногда посылки там с Украины, там, дедушка, бабушка, да, и прислали нам там пару банок икры, то есть, знаете, икра там в Украине, в России, это, в принципе, офигеть, что? Потому что я всегда любил икру, да, там, на какой-то батон намазать маслом, потом икру сверху накидать и сточить, да, это как бы всегда на праздниках, день рождения, свадьбах было. А вот тут мы с чистой душой, то есть, пару банок отдали португальцам, чтобы они попробовали, то есть, мы... Жадно, да, потому что это же всё-таки икра, я бы сам хотел это сточить, но всё же родители решили там пару баночек отдать португальцам, да? Они когда-то вот это всё попробовали, они говорят, как вы нахрен вот это можете кушать, это такое дерьмо, я чуть не взблевал от этого, как только я даже это не попробовал, я просто понюхал это, я чуть не взблевал. Они даже не попробовали, они понюхали икру и говорят, что они чуть не взблевали. Засунули бы эту вам икру в задницу, и что бы вы тогда сказали, если вы блюёте от икры, от какого-то говняного супа, там, с картошки, с свёклой, с перемешанной, знаете, как будто для людей, у которых нету зубов, перемешивают вот это всё в блендере, и получается такая говняная зелёная каша, и они это сёрбают, а икру, которую им предлагаешь от чистой души, то они говорят, что они чуть не взблевали. А самое главное, знаете, ребята, что когда им говоришь, так как, у вас такая дерьмовая еда, то есть вы это кушаете, но вам когда предлагают что-то хорошее, то вы это не хотите кушать. Вот, например, то, что вы мне предлагаете, мне это не нравится, потому что мне нравится украинская и русская кухня, а вот эта португальская, что вы мне сейчас предлагаете, ну, честно вам сказать, она мне не нравится. А они сразу, знаете, типа начинают, да как это вам может не нравиться, это же самая лучшая еда в мире, говняный зелёный супчик вам не нравится, как это вообще должно быть, то есть нам говняный зелёный супчик должен нравиться 100%, потому что они его обожают, а икру или там больше, когда им предлагаешь, они начинают кричать, ух, говно, как вы это можете есть. Ну, короче, тоже, знаете, народ такой странный, непонятный, когда им что-то хорошее предлагаешь, они отказываются, а когда они своё, ну, свою еду, можно сказать, мягко говоря, не очень такую еду предлагают тебе, и ты отказываешься, говоришь, что тебе это не нравится, то они начинают как бы, да как это тебе может не нравиться, это самая лучшая еда в мире. Я не знаю, честно, ребята, ну, у всех свои заскоки, да? Так, сейчас быстренько вылечим. Я просто тут, ну, я не знаю, ребята, Киогр меня бесит уже, так же, как и Илугия меня бесит, они не спавнятся. Я уже на них тоже обиделся, наверное, так же, как и они на меня, потому что, как вы можете заметить, они уже очень давно не спавнятся, и, походу, действительно, они просто-напросто на нас обиделись, да и всё. Ну, ну, не знаю, ребята, вот тут Дип-Океан есть, да? То есть, действительно, они, ребята, просто-напросто, знаете, на нас обиделись и не спавнятся, но я такими темпами тоже на вас обидеться, сволочи, могу, да? То, что вы не спавнитесь и не даёте нам себя словить. Я не знаю, честно, ребята, прикиньте, если мы к концу сезона, не засыпается ни одна легенда, то есть нам ещё Мью осталось словить, нам ещё Киогр осталось словить, нам ещё... Кого? Хлугию. Про Райквазу, ребята, я ничего не говорю, потому что Райкваза может быть баганой так же, как и в этом сезоне, как и в прошлом сезоне. И плюс к тому, она может вообще не спавнится, да? То есть, в предыдущем сезоне там же у неё какой-то спаун забаганный был, что она, мол, бы не спавнилась, не спавнилась, не спавнилась, не спавнилась, а потом через какой-то баг она заспавнилась, но что самое интересное, чат не показала, что она заспавнилась. Она не заспавнилась в небе, она заспавнилась перед нами, как бы на земле, что тоже странно, немало странно, да? Поэтому про Райквазу, ребята, я вообще не хочу говорить. Вы помните, какие бреды раньше были? То есть, когда только добавили Райквазу, да? Вы помните, ребята, третий сезон или какой он там был? Когда Райкваза спавнилась за ночь, то есть за одну ночь, Райкваза могла заспавниться где-то 10 штук Райкваз. Могло заспавниться. И это не считали как багом, потому что все говорили, Райквазы же путешествуют стаями, если они там спавнятся по 10 штук, то это нормально, потому что Райквазы там стаями, да, путешествуют. Ну ладно, я с этим смирился. Потом в четвертом сезоне Райквазы убрали, все, то есть уже Райквазы больше стаями не спавнятся, уже все. Можно и так сказать. Так, ребята, давайте еще вот сюда пойдем. То есть все, Райквазы уже стаями не спавнятся, уже прекратили рейв стаями спавнятся. Их как бы убрали, да? Потом в четвертом сезоне у нас киогры спавились просто как сумасшедшие какие-то. За одну ночь там могло заспавниться нафиг до 5 киогров, за одну просто ночь. Сейчас, в пятом сезоне у нас не спавнится ни один киогр. То-то-то же его убрали или что? Бред какой-то, если честно. Я не знаю, честно, ребята, что они там мутят с этим спавном легенд, но про Райквазы я даже не знаю, что говорить, потому что Райквазу походу просто-напросто убрали. Так же, как убрали со спавна Магби, убрали со спавна Эликида, да? То есть раньше спавнился Эликид, Электробас, Электривайр не спавнится. И ты, в принципе, мог сделать себе Электривайра через там трейд-машину, да? А сейчас, прикиньте, убрали со спавна Эликида, непонятно зачем. Ну, если честно, то мы походу потом будем вот это... Мы будем разбирать вот это всё. Я надеюсь, что вы мне потом поможете разобраться с спариванием, да? То есть как вот это всё там делается. На каких блоках спариваются покемоны, на каких блоках какой, с кем покемоны спавнятся, что нужно добавлять вот эти все территории спауна, точнее спаривания покемонов, что там делать, как спаривать, сколько времени это занимает, как ускорить процесс. Ну, там вроде с часами, да, какими-то, но всё же. Как ускорить процесс и всё остальное. Я надеюсь, вы мне будете помогать. И, в принципе, мы потом попробуем даже сделать Эликида. Он делается, наверное, ну, с Электробаза девочки, с Электробаза мальчика, да? И спариваем. И, наверное, получается Эликид, как я понял. Потом, ребят, посмотрим, честно. Сейчас я... Я не знаю, но... Confused Ray. Но всё же... Эликид нам будет нужен даже не для того, чтобы... Как бы мы можем пойти словить сразу Электробаза, да? Но это будет немного глупо, потому что... Мы можем словить, да, ничего не изменится так же, как мы можем делать Эликида или пойти словить Электробаза. Но в чём разница? То, что мы больше будем познавать мир Пиксельмона, да? Если будем спаривать Покемонов, делать всё полностью сами, да? А не, например, пойти там, словить вторую эволюцию, накакать на первую эволюцию, просто-напросто проявить свою лень, да? То, что, мол, мы не можем сделать первую эволюцию и прокачать её до последней, как бы, да? Ну, вторую и третью эволюцию потом прокачать, а сразу идём ловим вторую эволюцию, потому что нам лень делать первую, можно и так сказать. Поэтому, ребят, потом, может, как-то вот так сделаем. Да и, в принципе, знаете, для чего? Для того, чтобы заполнить Покедекс, Покедекс, потому что... Опа! Catcher Fist, Fist, Legendary, Erick Hayden, Poke Loot Hunter. О, это ещё можно? Тут на что? Вот, видите, ребята, у нас уже... Даже не 60%, ребята, у нас уже заполнено 70% Покедекса. Я хочу заполнить... Я хочу закончить этот сезон, когда у нас будет 100% Покедекса. Хотя 100% тут вроде не может быть. Смотрите, ребят, тут 70%, 80% и тут 90%. Тут, по сути, должно быть 100%, но тут стоит какой-то знак вопроса. Но всё же, видите, там снизу пишет, Покедекс 90% выполнены. Почему тут пишет на 90% 80% выполнены, а тут на 100%, где должно быть 100%, пишет 90% выполнены. Фиг его знает. Ладно, ребята. Мы прокачали двух покемонов, и я не скажу, что это плохо, ребята. Два покемона за одну серию на тех же... Крафдаунтах, или как они там называются, и вот тех слоу-хренов, да, всяких. И, в принципе, на Бишарпах мы прокачали Шайн Хитмонтопа, давайте на него... Да, твою ж нафиг. Так, я поменял клавиши опять, а то они опять поменялись. Диглит, нет, диглит, диглит, нет. Так. Ну что, ребята, кто у нас там дальше по счёту идёт? Вместо хит... О, так, кстати, я показать хотел. Вот у нас Шайни Хитмонтоп розовенький. И Шайни наша крыска, да? Так, ладно, кто у нас там следующий, ребята, идёт? Вместо хитмонтопа у нас идёт следующий... Глиф, Вайлиплум, Миномод. Шайни Нумел у нас, ребята, идёт. Это офигенно. И вместо крыски нашей идёт Шайни Вуллторп. Нифига себе, сколько у нас... Нифига себе, сколько у нас, ребята, Шайни, да? Сейчас, так, ладно. Пока что, пока что, пока что... Давайте посмотрим на них. Давайте спустимся на первый этаж. Вот. Шайни Нумел и Шайни Вуллторп. И все обои синенькие, да? То есть Нумел синенький и Вуллторп синенький. Замечательно, ребята. Давайте быстренько пойдём. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8. Давайте ещё две вещи возьмём, да? Пойдём быстренько в нашу качалку Блисси. То есть мы убили одну Блисси босса, но это можно считать как будто обычный что-ли босс, да? Ну или фиг его знает. Ребята, этот звук... Ну, как, как думаете, ребята? Давайте сделаем вопросик. Потому что некоторые люди мне писали, что не считай босса, не считай Блисси как бы, когда она спамится боссом. Не считай, что ты за неё плачешь своими вещами. И это как бы отбирает у тебя право убить на одну Блисси больше. То есть если ты убиваешь босса, то значит ты уже сможешь убить не 10 Блисси за одну серию, а только 9. И я думаю, что если, например, спамится одна Блисси, да? То... Блисси босс. То как, ребята, думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как думаете? Считаем это как будто мы убиваем одну Блисси и вычёркиваем одну Блисси с нашей ежесерийной какой-то... Не знаю, как это назвать. Короче, в серию мы можем убить только 10 Блисси, если спамится Блисси босс. Мы её засчитываем, что мы убили одну Блисси или не засчитываем. Да, вот так я хотел прямо сказать. То считаем мы её как будто мы её убили или нет? Потому что я не знаю, если честно. Вроде как будто мы и убиваем Блисси, но со второй стороны это как бы и босс что ли спамится. Поэтому, ребята, если честно, не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, если вы мне разрешите убивать Блисси, не засчитывать, что мы убили одну Блисси в серию, да? То есть не засчитывать её в стандарт 10 Блиссная какая-то серия, да? Или всё-таки засчитывать. Понита. То есть если, например, заспамится 5 Блисси в одну серию, ну 5 Шайни Блисси, да? Это, конечно, вряд ли, но всё же, если, допустим, заспамится. То будем считать, как будто мы убили 5 Блисси, и нам можно убить ещё 5? Или как будто мы убили просто 5 боссов, и нам можно убить ещё 10 Блисси? Вот. Вот так, в принципе, я хотел как-то сказать. Поэтому, ребята, если честно, не знаю, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ни хрена себе, Понита как-то нас раскидала. Ребята. Блисси. Какая Блисси? Понита, ты что-то попутала. Сейчас мы Лукарио опять на тебя кинем. И жопа тебе, если честно. И жопа тебе. Иди сюда. Понита наглая, а. Ну мы её и так сейчас захреначим, ребята. Магнитуд. Вот. Давай, давай, много уровней не помешает. Хотя, как не помешает. Так, сейчас. Вылечим. А кого мы качаем сейчас с помощью Экспешера? Ага, Старми. То есть, 30 уровень Старми, да? Ну, нормально. Волтор. О, какой Волтор. Ну, у него уже 32. После Старми мы будем прокачивать Амолгу Янму. А, кстати. В Янме должна быть Энсиан Пауэр для её эволюции вроде. Или это второй эволюции? Фиг его знает, ребята. Честно. Потом посмотрим. Так, 10 уровней Старми. Ну что, поехали. Как бы первая Эблисси, да? Можно и так сказать. 35-й, 33-й. Опа, 49-й. Вторая Эблисси. Третья Эблисси. Четвёртая Эблисси. Ну, пока что больше, чем 40 уровень спамится. Это круто. Пятая Эблисси. 37-я Старми у нас там. Пятая Эблисси. Шестая Эблисси. Кдавно не перекачай, я тебя прошу. Вот, Старми 40 уровень. Замечательно, ребята. Качаем. Ой. Шестая Эблисси. То есть, у нас ещё осталось 4 Эблисси. Поехали, ребята, дальше. Сейчас мы вылечимся быстренько. Шестая Эблисси. Это седьмая уже Эблисси. Восьмая. И всё, ребята. И всё. Какая шестая, седьмая. Ещё три Эблисси, да? Если я не ошибаюсь. То есть, ребята, сейчас нам просто нужно переспаунить. О, ещё одна Эблисси. Старавия ультимейт босс и там ещё одна Эблисси. Я тебя прошу, Эблисси. Не пропадай. Я тебя очень прошу. Не пропадай, потому что ультимейт босс это тоже очень круто. Пропала, твою мать. Ну да ладно. То есть, знаете, Старавия тоже не помешает. Да, жалко, что ничего не выпало. Но всё же. У нас был выбор. Мы выбрали. Конечно, лучше бы было, наверное, пойти на Эблисси. Потому что больше бы опыта дало. Но всё же. Ребят, это вроде была седьмая Эблисси, да? Если я не ошибаюсь. Извиняюсь, если я иногда неправильно считаю. Как я уже говорил. То есть, иногда я могу запутаться. Это, походу, восьмая Эблисси, да? Восьмая. Давай. Я не знаю. Тут уровней очень мало, если честно. То есть, маленькие уровни. И мне самое интересное. Вот эта хрень меня бесит. Вот. Чтобы быстрее летать. Это восьмая Эблисси, да? То есть, ещё две Эблисси. Ребят, я ещё расскажу. Я извиняюсь, если я иногда неправильно считаю. Вот, например, тут одна. Тут две. Тут три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И раньше, как бы, мы восемь убили, да? Восемь. Да, это восьмая Эблисси. Ещё две осталось. Ух ты! Пятьдесят уровень. Сейчас. Самое главное. Эмолга. Тебе осталось четыре уровня. Я тебя очень прошу, не перекачивайся. Тридцать... Тридцать... Девятый. Ух. Давайте лучше на Янму, ребята. Вдруг... Вдруг... Вдруг перекачается. Так, ну зато тут куча уровней. То есть, вдруг перекачается Эмолга. Этого допускать нельзя. Потому что, если она перекачается, будет очень хреново. И всё, ребята. Давайте на этом заканчивать. С вами был Эдисон. Я благодарен вам за просмотр. Не забываем, ребята. Поставьте лайк. И если эта серия набирает 500 лайков, то новая серия выйдет сразу же. То есть, две серии за один день. Поставь лайк. И новая серия выйдет сразу же. Ребята, об этом не забываем. То есть, в последнее время мы начали набирать очень малое количество лайков. Я, наверное, сделаю так, что в серии Pixelmon будут выходить только раз в два дня. Как было, в принципе, и раньше. Я хотел так сделать. До тех пор, пока количество лайков опять не станет прежним. И если... До тех пор, пока мы опять не станем набирать по 500 лайков на серии. Я думаю, это не так, в принципе, и... Ну, как? Раньше мы набирали по 600-700 лайков на одной серии. И сразу выходила вторая серия. Мы и там набирали где-то по 500-600 лайков. А сейчас выходит одна серия. И мы за пару дней набираем максимум 300 лайков. Поэтому, ребята, с этого момента будет выходить одна серия Pixelmon в два дня. Если вы хотите, чтобы серия Pixelmon выходила каждый день. Или даже, чтобы две серии Pixelmon выходили каждый день. То есть, у вас есть выбор. Или одна серия в два дня. Или две серии в один день. То есть, или одна серия в два дня. Или четыре серии в два дня. Ребята, ваш выбор. Ставьте лайки. Если эта серия набирает 500 лайков, то сразу выходит новая серия. Ребята, на этом мы уже заканчиваем эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Мы словили Hitmonlee. Прокачали парочку покемонов. Как видите, у нас уже даже старыми прокачаны. Мы её можем выложить в компьютер. Но, наверное, не сейчас. Хотя... Хотя, я знаю, ребят. Давайте, несчастные, давайте уже в следующей серии. Молгу прокачаем заодно и сразу Молгу выложим. На этом, ребята, мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки. Я вам благодарен за просмотр. Я благодарен тем, кто меня поддерживает. Не забываем оставлять свои комментарии. В следующей серии я добавлю новых людей в музей. На этом заканчиваем. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok